Всем привет! В эфире «Универа Ньюз», а в студии Кристина Надершина. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете прошел тотальный диктант. Куда поступить? На этот вопрос многие школьники ищут ответ, начиная с девятого класса. Чтобы им помочь, образовательные организации совместно с российскими вузами проводят различные мероприятия. На одном из них побывал наш корреспондент. Смотрим. Ректор Казанского университета Альшат Гафуров встретился со школьниками гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей из села Актаныш. Встреча прошла в рамках совместной работы вуза и образовательных организаций Республики Татрастан. Это мероприятие позволило не только поддержать талантливых детей, но и познакомить их с Казанским федеральным университетом. Для подготовки кадров для Республики и для Российской Федерации данная работа очень необходима. Она является одним из основных важных этапов в работе при отборе, выборе в дальнейшем студентов для нашего университета. Ректор Казанского университета отметил, что в университете созданы все условия для профессионального роста и развития. Мы видели, что из себя в целом представляет Казанский федеральный университет сегодня. Это не просто большое учебное заведение, это определенный фондинг, где есть достаточно большие свои подразделения, которые занимаются научно-селетической работой, есть подразделения, которые занимаются трансфером технологий, то есть то, что делается ученым, нашими преподавателями, нашими студентами. Школьники посетили исторические и зоологические музеи университета, встретились с ответственным секретарем приемной комиссии Олегом Бодровым и увидели аккредитационно-симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. Мне все очень понравилось, особенно экскурсии по музеям, потому что реально увидеть вот это все вживую, это очень-очень круто. Кристина Надышина, Ленар Довлетиаров, Универа Ньюс. На собрании трудового коллектива Института физики Казанского университета был назначен новый директор Института Дмитрий Таюрский. С новой должностью его поздравил ректор вуза Ильшат Гафуров. Также на минувших выходных сменился пост главы Химического института Казанского университета. О том, кто занял новую должность и какие задачи ему предстоит реализовать, смотрите в нашем следующем сюжете. 16 октября Химический институт имени Бутлерова Казанского университета возглавил Иван Стойков. С новой должностью его поздравил ректор вуза Ильшат Гафуров. Ранее пост директора в течение многих лет возглавлял Владимир Галкин, который по личному решению снял с себя полномочия главы института. Я благодарен вообще всему руководству института, заведующим кафедрами, да и вообще всему коллективу, потому что все вопросы мы всегда очень легко решали консенсусно. Не было никаких трений, никаких проблем. И я считаю, что такая же атмосфера безусловно сохранится и при новом директоре. Так сказать, прошу его всячески поддерживать. Теперь Владимир Галкин возглавит кафедру высокомолекулярных и элементов органических соединений Химического института Казанского университета. А пост директора заменит его коллега, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Иван Стойков. Я занимаюсь научной деятельностью, профессор, то есть преподаю и занимаюсь научной деятельностью. То есть руковожу научными исследованиями, работаю аспирантов, магистрантов, специалистов. Люблю читать лекции студентам, чтобы заинтересовать их химией и современным направлением химии. Поэтому предложение руководства университета занять такую должность для меня было, честно скажу, неожиданным. Иван Стойков знаком с Казанским университетом еще со школы. Две его учительницы по химии были выпускницами Химического института КГУ. И, по словам нового директора, они повлияли на его дальнейший выбор. Он поступил на химфак в 1989 году. Есть школьник, потом студент, аспирант, научный сотрудник, профессор. Вот все это, то есть эти все этапы я прошел на химическом факультете. И я этим горжусь. К слову, назначая нового директора, Ильшат Гафоров подчеркнул, что необходимо сделать акцент на динамике развития химического института. Благодаря его исследованиям, Казанский университет является одним из лидеров в данном направлении. На вас сложится огромная ответственность как за организацию, как образовательную деятельность. А вы знаете, что в начале следующего года мы должны пройти процесс аккредитации. В то же время организовать новые научные направления и оказывать всемирную помощь всем своим коллегам. Молодежь должна понять, что химия наиболее близка к магии. То есть превращение, но не превращение виртуальное, а превращение веществ, соединений. И очень большой потенциал, как технологический, так и научный. И поэтому химия, за химией будущее. И вот это нужно донести до современного поколения. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс. Каждый год в вузы Казани поступает множество людей из других стран, которым приходится изучать новый язык. Но как же узнать, насколько свободно иностранный гражданин может говорить и писать на русском языке? Об этом узнаете в нашем следующем сюжете. Иностранные студенты прошли тест труд в рамках акции «Тотальный диктант» в Институте международных отношений Казанского университета. Такой тест проводится в третий раз на площадке Казанского университета. А сам «Тотальный диктант» уже в 17-й. Его главная задача – напомнить взрослым людям о том, что грамотность – это важнейшее качество гражданина своей страны, да, и важный показатель образованности, культурного уровня. Для иностранца это скорее причастность к общемировому какому-то мероприятию. Тест труд с каждым годом привлекает все большее количество иностранных студентов. Преимущественно у нас задействованы китайские студенты, но и, безусловно, Европа тоже не остается без внимания. Единственное, условия не позволяют в этом году принять всех желающих в таком формате очном, поэтому я уверена, что многие будут проходить этот диктант дистанционно и тестирование дистанционно. Участвовать в данном мероприятии смогли все желающие студенты, несмотря на разный уровень их подготовки. «Просто участвовать, ну, посмотреть, насколько хорошо я по-русски, знаю русский, знаю не русский». Тест труд позволяет иностранным студентам не только узнать свой уровень владения языком, но и стать причастным к мировому событию. «Эти мероприятия важны не только для образовательного процесса, для студентов они важны в том плане, что иностранцы приезжают к нам в другую страну с другими традициями, культурой, языком в первую очередь, и поэтому они часто остаются незадействованными в общих университетских мероприятиях, а вот такие форматы, такие встречи позволяют им почувствовать себя нужными, важными, но и предлагают им альтернативу участия в студенческой жизни». Мероприятие проводилось с соблюдением всех эпидемиологических норм. Кристина Надыршина, Фарид Захитоглы, Универ Ньюз. Дом научной коллаборации, открытый Елабужским институтом Казанского университета, 1 сентября организовывает для школьников познавательные встречи для развития востребованных навыков и естественно научного мышления. Одно из таких мероприятий было посвящено IT-технологиям. Смотрим. Как работать с графическим планшетом? В чем его преимущество и почему работа с ним так актуальна сегодня? Это одни из многих других вопросов, на которые получили ответы участники воркшопа по информатике в Елабужском доме научной коллаборации имени Камиля Ахмедовича Валиева. В минувшие выходные учащиеся с 8 по 11 классы попробовали освоить 3D-моделирование, мехатронику, векторную графику и другие интересные направления. Я сейчас находилась на секции графического дизайна. Мы изучаем планшет Вакуум Юнтюн. Очень интересно. Мне кажется, что важно знать, как создавать графические работы, как работать с планшетами и с компьютерами. Нужно знать азы и затем развиваться и покорять вершины. В рамках воркшопа работало сразу несколько секций, организованных преподавателями-студентами Елабужского института Казанского университета. Тематика моего урока – технологии в социальных сетях. Я расскажу, какие технологии используются в социальных сетях, что скрывается за посадом привычных сервисов. Расскажу также про специалистов, про профессии, которые создают социальные сети и как выстроить свою карьерную траекторию в будущем. К слову, в этом году в Доме научной коллаборации пройдет еще немало интересных и познавательных мероприятий для школьников. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универниус. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!